Мир вам, дорогие братья и сестры! Именем Господа нашего Иисуса Христа, сотворившего нас и спасшего нас, я приветствую вас в этот субботний день. И приглашаю вас открыть Священное Писание и исследовать 4-ю книгу Царств, 5-ю главу. Имен, начальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сирянам. Человек сей был отличный воин, но прокаженный. Сиряне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неймановой. И сказала она госпоже своей, «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря, «Так и так, говорит девочка, которая из земли израильской». И сказал царь сирийский Нейману, «Пойди, сходи, и я пошлю письмо к царю израильскому». Он пошел и взял с собой десять талантов серебра и шесть тысяч сиклей золота и десять перемен одежд. И принес письмо царю израильскому, в котором было сказано, «Вместе с письмом Сим, вот я посылаю к тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал, «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять, что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его?» «Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня». Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю, «Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать, «Пойди, омойся семь раз в Иордании, и обновится тело твое, и будешь у тебя, и будешь чист». И разгневался Нейман, и пошел и сказал, «Вот, я думал, что он выйдет, встанет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место, и снимет проказу. Разве Ована и Фарфар, реки Дамаски, не лучше всех вот израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И обратился и удалился в гневе. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали, «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе, «Только омойся, и будешь чист». И пошел он, и окунулся в Иордании семь раз по слову Человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился». Интересная история. Многим из вас знакомая. И тема нашей проповеди сегодня – «Почему неверующему трудно стать верующим?» Мы прочитали с вами, что военачальник войска сирийского был замечательный человек, одерживал многие победы, но был один единственный недостаток. Он был прокаженный. И когда он узнает о том, от пленной девочки, что в народе израильском есть человек, который может очистить его от проказы, он решает, что это для него последняя надежда, что он может получить исцеление. В народе израильском проказа считалась грехом. Проказа – это была смертельная болезнь. Мы видим это из текста, когда царь получает письмо. Какие у него возражения? Что он говорит? Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять? Разве к нему мертвеца направляют? К нему направляют живого человека, но больного проказой. Но израильтяне прекрасно знали, что такое проказа. И он говорит, я не Бог. Я не могу сделать этого человека, обреченного человека, сделать здоровым. Но посмотрите, какой контраст, какая разница между царем израильским и пророком Божьим. Когда он услышал об этом, что он говорит? «Для чего ты разодрал одежды свои? Для чего ты находишься в таком состоянии? Для чего ты разозлился? Для чего ты огорчился? Пусть он придет ко мне». И узнает, что есть пророк в Израиле. Посмотрите, дорогие друзья, какой контраст. Пророк говорит, что есть шанс. Царь Израильский говорит, никакого шанса нет. Этот человек обречен. Это труп. Я не могу его воскресить. И приходит Нейман со своими слугами к дому пророка. Интересное событие описывается здесь. Как пророк встречает высокого чиновника? Знал Елисей, что это военачальник. Сегодня мы бы сказали, что это министр обороны Сирии. Знал? Знал. Как он встречает его? Если бы вам сказали, что к вам в гости в церковь желает прийти кто-то из высокопоставленных лиц, как бы вы отнеслись? Как бы вы приготовились к этой встрече? Мы прочитали, что Елисей даже не вышел. Сегодня мы бы сказали, что пастор обратился к дьякону и сказал, выйди, сегодня у нас будут гости и скажи им, куда им обозначим маршрут, куда им идти и что им делать. Как бы вы после этого относились к пастору? Человек едет, у него желание получить исцеление. Тем более, Елисей заявляет, что тогда он должен узнать, что есть пророк в Израиле. Почему же пророк так относится к военачальнику? Вам не кажется странным, что пророка не обучали в манере поведения, как принимать гостей? Почему? Неужели Господь не мог предупредить Елисея и сказать, что Елисей, пожалуйста, я знаю, что ты человек, ну, может быть, не обучен этим тонкостям. Ну, пожалуйста, вот к этому человеку отнесись так, потому что он-то едет узнать об имени моем. Знал Господь Неймана? Знал Господь, как отнесется к нему Елисей? Почему не предотвратил, казалось бы, трагедию? Потому что вот на волоске Нейман колебался, исполнять повеление или нет? Почему так происходит? Есть причина. В ком эта причина? В Елисеи причина в Неймане. И Господь знал прекрасно этого человека. И он готовил. Давайте представим себе, включите фантазию и представьте себе, Нейман едет по направлению Израиля. По дороге он едет, пересекает, встречается ему на пути часовни, где поклонялись тем богам той страны, в которой жил Нейман. И возможно Нейман представлял, он взял с собой множество даров и считал, что вот сейчас я приеду, как мы прочитали, что пророк встанет, призовет имя Господа Бога своего, возложит руку свою на то место, проказа исчезнет. И тогда Нейман высыпет все свои богатства, все свои подарки и возможно и предложит царю, скажет, ну давай я вот проспонсирую тебе строительство какой-то часовни твоему богу. Может быть я этого бога возьму из собой, построю у себя, в моем пантеоне нет еще такого бога, и я буду, вот если у кого-то что-то случится подобное, они будут приходить ко мне, я буду говорить, вот этот бог, вот в этой часовне, вы можете обратиться к нему и получите исцеление. Мы можем предположить, что так ехал человек, размышляя о своем будущем в выздоровлении. Но почему Бог, зная то, о чем думал Нейман, и, казалось бы, ничего фантастического, он ни о чем фантастическом не думал? Это было естественно и реально, исполнимо. Почему же Господь не идет на поводу у Неймана? Как вы думаете? А потому что, дорогие друзья, Господь любил Неймана, потому что Господь любит и нас с вами сегодня. Но проблема заключается в чем? Не в Господе, не в пророке. Проблема заключается в человеке, что я прихожу к Богу со своими заготовками. Человек приходит в церковь со своими домашними заготовками и ожидает увидеть, что я пришел, Господи, к тебе в церковь, и я должен увидеть вот то, 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 и ты должен, Господи, исполнить. Если этого не происходит, что становится с человеком? Разочарование. Он говорит, я думал, я пришел к тебе, Господи, я думал, что ты сделаешь так, как я представлял. Но этого не происходит. Сегодня многие люди приходят в церковь, проходит какое-то время, они говорят, а ничего того, чего я ожидал получить в церкви, я не нахожу. Происходит разочарование. К сожалению, мы, читая Евангелие, находим, что когда ученики Иисусовы тоже фантазировали и думали так, как они хотят, что их постигло? Разочарование. Они, идя с Иисусом в Ямаус, говорят, мы-то думали, что он будет тот, а вот уже три дня, как он во гробе, и мы теперь вот спасаемся бегством. Понимаете, что происходит с человеком? Он разочаровывается, потому что не видит исполнения ожидаемого. То, что он предполагал увидеть. И Господь очень любил Неймана, и он хотел укрепить его веру. Он говорит, Нейман, хорошо, у тебя много богов, ты многих их знаешь, многим поклоняешься, но ты пришел теперь ко мне, и я хочу научить тебя многому. И первое, чему я хочу научить, это послушанию. Нейман, тебе для того, чтобы получить исцеление, нужно лишь только послушаться. Вот те заготовки домашние, которые ты привез с собой, оставь их, пожалуйста, они тебе не нужны. Единственное, что нужно для твоего спасения, послушай, пожалуйста, пророка. Как отреагировал на заявление пророка Нейман? Разве Аван и Фарфар, такие реки чистые, прекрасные, разве я не мог там очиститься? А вы представьте, что еще в самом начале ему было сказано. Выслал к нему Елисей слугу сказать, пойди омойся семь раз. Это было оскорбление. Другими словами, ему пророк через слугу своему говорит, иди в баню, сходи. Можете представить, он пришел получить исцеление, ему говорят, иди, сходи, омойся. Он говорит, да я чист, я мылся, я проезжал реки прекрасные, замечательные, но проказа-то осталась. Я пришел за исцелением, а меня, говорят, отправляют, сходи, омойся. Его эго не позволяло ему исполнить то, что предлагал пророк через слугу. Часто наше эго начинает бунтовать, возмущаться, как это я? Мне сказали, меня обличили, меня направили, мне подсказали. Я-то думал, будет так, а не все получается так, как я хочу, так, как я думаю. И обратился, и удалился в гневе. Но слава Богу, этот гнев был недлителен. Подошли слуги и говорят, отец, успокойся, такой длинный путь мы проделали, ведь что такого особенного, сказал тебе пророк. Давай, пойдем, ведь как мы будем возвращаться теперь домой? Приехали, развернулись и вернулись такими же, какие были. Давай, попробуем, это последний шанс. Давай, рискнем, ничего особенного, ведь пророк тебе не сказал. И пошел он, и окунулся в Иордане семь раз по слову человека Божьего, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. Посмотрите, как чудно действует Господь. Иисус Христос вспоминает об этом случае. И что Он говорит? Много было прокаженных, но кого Господь исцелил? Неймана. Господь видел Неймана. Господь видел его сердце. Господь видел его желание. И Господь исцеляет его. Господь достучался до него. Дорогие друзья, сегодня Господь стучится в каждое сердце. Сегодня Господь желает укрепить нашу веру. Сегодня Господь желает исцелить каждого, приходящего к Нему. Сегодня Господь предлагает нам рецепты. Но как часто нашему исцелению мешают наши заготовки? Когда не оправдываются наши планы, наши желания, наши мечты? Давайте будем доверять Господу и понимать, что самое лучшее Господь приготовил для нас. И что в нашей жизни мы будем преуспевать тогда, когда не наши планы будут исполняться, а Божьи планы. Чем отличается неверующий от верующего? Неверующий возмущается и говорит, я не верю Слову Божьему. Я не верю тому, что в Библии написано, что какая-то рыба большая поглотила иону. Не может такого быть. А верующий что говорит? А верующий говорит, а я верю, что в Слове Божьем написано. Даже если бы там было написано, что иона поглотил большую рыбу, я все равно бы поверил. Понимаете, дорогие друзья? Верьте Слову Божьему, доверяйте Господу и будет успех вам. И тогда не ваши планы, а Божьи будут исполняться в вашей жизни. Пусть Господь поможет нам осознавать ту ситуацию, в которой мы находимся. Осознавать свою зависимость, что если мы не захотим исполнять повеление Божие, и пожелаем вернуться и заниматься прежними делами, и не исполним то повеление Божие, Господь опечалится. Но когда мы исполним то, что говорит нам Господь, мы будем благословены сами, мы будем благословением для окружающих. И если вы прочитаете продолжение этой главы, то вы найдете, что этот человек говорит, вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Таков наш Бог. Таково желание Бога сегодня и нам, нас исцелять, сегодня и нас принимать. Хотите ли вы узнать такого Бога? Хотите ли вы поклоняться такому Богу? У нас есть для этого замечательная возможность. Давайте помолимся Ему. Господи Божий наш, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, нашего Спасителя и Искупителя, мы обращаемся к Тебе в этот час со словами благодарности, любви за то, что Ты прощаешь нас, Господи, за то, что Ты принимаешь нас, за то, что Ты готов исцелить нас, Отче Небесный. Но как часто наши неверия, наши сомнения, наши предрассудки мешают Тебе совершить исцеление над нами. Прости нас, Господи, и дай нам доверять Тебе во всех обстоятельствах. Укрепи нашу веру, помоги нашему неверию. Будь прославлен Ночи Небесной в нашей жизни. Здесь, на этой земле, мы желаем прославлять Тебя и в вечности. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова